Добрый вечер на канале БУК-ТВ. Большие итоговые новости в студии Анастасия Мелешкевич. Неделя позади и самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. По делам и награды. В Брестской области наградили победителей соревнования, занесенных на доску почета области и лицу, достойных почетного звания «Человек-года». Брестская область продолжает устанавливать, расширять и укреплять сотрудничество с регионами Российской Федерации. Руководители Жабенковского района подписали соглашение с городским округом перевозки Нижегородской области. Людмила Логодич о достигнутых договоренностях. Донести как можно большему числу людей информацию о том, как улучшить условия труда на рабочих местах и избежать различных ситуаций, связанных с риском для здоровья и жизни. В Бресте Всемирный день охраны труда традиционно отметили подведением итогов и конкурсом детских рисунков. Грандиозный, фееричный международный, многожанровый фестиваль-конкурс «Миллениум» прошел в Бресте. Яркие открытия и откровения, выступления, конкурсы, кастинг-моделей. В эфире еженедельная программа «Итоги недели. Говорим об актуальном». Главное событие недели. В Бресте чествовали победители соревнования за достижения в 2022 году наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития и лауреатов звания «Человек года Брещины». Имена лауреатов и предприятий-победителей занесены на областную доску почета. Всех, кого собрала встреча, объединяет одно единственное качество – преданность своей профессии. О людях, которыми гордится Брестская область, в первом материале выпуска программы «Итоги недели». Тех, кто занимается любимым делом и для которых лечить, учить, спасать жизни, возделывать поля и печь хлеб, возглавлять маленькие коллективы и предприятия-гиганты, руководить районами и регионами. Не просто работа, а образ жизни. Чествовали в Брестском областполкоме в красивом зале торжеств. Это предприятия и районы, занесенные на доску почета по итогам работы за 2022 год, а также люди, удостойные звания «Человек года Брещины». Всех, кого собрала встреча, объединяет одно – преданность и любовь к своей профессии. Их называют лидерами, идейными вдохновителями и покорителями самых высоких вершин – «Золотым фондом Брещины». Благодаря им Брещина первый регион Беларуси получила мощный толчок в своем социально-экономическом развитии от сельского хозяйства и промышленности до высокотехнологичной медицины и социальных стандартов. Это заслуга всех кружеников села, руководителей хозяйств и районов. И, конечно же, личный вклад председателя областполкома Юрия Викторовича Сулеев. За достойный труд – высокая оценка главы государства. Выполняя подчетную миссию по вручению наград самым достойным, хочу от имени главы государства и себя сказать спасибо коллективам, которые подчинены вам, которые достигли этот результат и внесли свой вклад в жительство нашей любимой Беларуси. За укрепление церкви и независимости нашей страны. За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, за достижение высоких производственных показателей, за развитие Брещины в целом, главе региона Юрию Шулейко была вручена высокая награда от президента Республики Беларусь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо дружиннике всей Брестской области. Это не одного дня итог работы. Мы справились, мы вмечены главой государства, как область, которая достигла самых высоких показателей данной номинации. А это подтверждение, еще 16 трактовых районов практически бесплатно от главы государства. Благодарности от президента были вручены и председателю Каменецкого райисполкома Виталию Кулаку, коллективу СПК Доропеевич и животноводу святой воли Светлане Поломарчук. Такая высокая награда – это не просто констатация факта. Это оценка работы тех людей, кто ежедневную местами рутинную работу превратил в дело всей своей жизни. А присвоенный статус – это достойное подтверждение того факта, что человек труда всегда был, есть и будет в приоритете. Сегодняшняя награда – человек сегодня прещин, лучший человек. Областная доска почета – это действительно в нынешнее время и на будущее. Это вы наши легенды, вы наша гордость, вы наша слава белорусской земли. На областную доску почета по итогам работы за прошлый год занесены Каменецкий и Лунинецкий районы. Среди сельских советов лучшим признан Беловежский сельсовет Каменецкого района. Среди промышленных предприятий первое место у открытого акционерного общества Кубринский маслодельный-сародельный завод. Второе – у предприятия «Савушкин продукт». Невозможно не отметить, что снова наше брестское молочное предприятие «Савушкин продукт» удостоено высокой награды. Это еще раз доказывает, что за результатом кроется кропотливый труд руководителя и коллектива. Среди организаций агропромышленного комплекса. 16 человек в этом году были номинированы на звание «Человек года Брещины-2022». В их числе аграрии, строители, работники промышленности и торговли, врачи, учителя, представители культуры, спорта и общественные деятели. Все те, кто добился высоких достижений в труде и получили признание общества. Приятно отметить, что среди награжденных много людей, которые стали добрыми друзьями нашего телеканала. Среди них – Валентина Пух, директор Брестского филиала «Белпочта». Она – уважаемый коллективом руководитель, знающая и мудрая. Свою деятельность Валентина Пух не ограничила только рамками почтового ведомства. В 2016 году она возглавила областную организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин». И именно она удостоена звания «Человек-года» в области транспорта и связи. В работе руководителя, а я работаю уже более 15 лет, главное – видеть человека. И самое главное – это найти место человеку. Для каждого человека есть свое место, его просто надо найти. И тогда человек будет отдаваться в полной мере своему труду, своей профессии и служить тому делу, которым он занимается. Но один из самых важных еще принципов руководителя – это, конечно, держать руку на пульсе. Быть в курсе всех событий, быть профессионалом своего дела, чтобы ты мог подсказать на любом рабочем месте, чтобы ты мог выслушать своего работника. Ну и, соответственно, конечно, порекомендовать. А видеть перспективу – это просто необходимо. Быть в тех событиях, которые сегодня развиваются вокруг твоего предприятия. Чувствовать ритм экономики не только своей страны, а вокруг нашей страны. И своевременно, очень своевременно ориентироваться, переориентироваться. Ну и, конечно, настраивать на это свой коллектив. В номинации «Общественная деятельность» и «Информационная политика» статус лауреата присвоенный главному редактору нашего канала Ларисе Осмолович. Это действительно такая награда, которая тревожит и сердце, и душу. Это очень приятно, это очень почетно, это очень значимо для меня, как для редактора. Столько лет на телевидении – это моя жизнь. Вот действительно, когда-то я говорила, что мне новости по ночам даже снятся. Да, так оно и есть. Они мне снятся, потому что я живу работой, я люблю работу. Я люблю работу и люблю людей, с которыми работаю, свой коллектив. Каждый из награжденных знает не понаслышке, какими качествами должен обладать профессионал, как сделать так, чтобы быть лучшим в своем деле, ну и, конечно, как ставить перед собой цели и достигать их. Я люблю свою работу за то, что я всегда с детьми. Они молодые, креативные. И мой кабинет, кабинет информатики, он место силы для многих ребят нашей гимназии, для многих поколений ребят. Когда они приходят, они заряжают и меня оптимизмом, своими новыми идеями. Для меня стать человеком года – это признание всего учительства, потому что учитель по-прежнему звучит гордо. И сегодня в моем лице это было еще раз подтверждено. Я об этом говорила всегда своим детям, своим ученикам. Я уверена, что мной гордится сегодня моя мама, учитель. Сотрудники, они мне все говорили, Раиса Ивановна, мы верили в вас, мы знаем, что вы у нас лучше так держать. И, конечно, это оценка даже своих близких людей, я говорю, потому что тот коллектив, с которым ты работаешь – это самые близкие. И если они не подставят плечо, ничего не получится. Поэтому мы вместе в одной связке. Вот у нас коллектив очень классный, поэтому это не только моя награда, но и награда всего нашего коллектива, всего нашего района, всей культуры нашего района. Потому что нужно делать хорошо свое дело. Как наш президент сказал – работайте, и все будет хорошо. Очень приятно, что за 12 лет существования нашего центра мы занесены на доску почета. И на сегодняшний момент это, наверное, такое яркое убеждение, заслуг, которые сделал наш коллектив, наша команда для того, чтобы занимать это почетное место. Мы растим чемпионов, чемпионов, спортсменов, а олимпийского чемпиона в одиночку не подготовить. Поэтому, во-первых, это результат в спорте. Во-вторых, это социально-экономические показатели, которые характеризуют наш центр. И действительно, сегодня мы одно из лучших учреждений, которое дает возможность быть здоровыми всем жителям нашей области. За каждым почетным дипломом человек, его судьба и работа, которую он выполняет, честно и на совесть. Потому и пользуется уважением за свой труд. А впереди еще много непокоренных вершин, которые, возможно, ждут берестейцев, трудолюбивых и настойчивых, упорных и талантливых, мудрых и рассудительных, знающих свое дело. А потому уже сегодня можно говорить о том, что большой список награжденных ежегодно будет пополняться новыми именами, которые обязательно прославят родную Беларусь. Беларусь и Россия всегда сохраняли теплые добрососедские отношения, подкрепленные партнерством во многих сферах и отраслях. И, как показала жизнь после введения санкций со стороны европейских государств, это вымеренное и вымеренное правильное решение. На поддержку со стороны Старого Света рассчитывать не приходится. Поэтому наша страна, а вместе с ней и Брестская область, продолжает устанавливать, расширять и укреплять всестороннее сотрудничество с регионами Российской Федерации. С рабочим и дружеским визитом уже второй раз Жабенковский район посетила делегации из городского округа Перевозки Нижегородской области. В материале нашего корреспондента Людмила Логодич о подписанных соглашениях и достигнутых договоренностях. Представители городского округа Перевозки Нижегородской области в Жабенке уже второй раз. Несмотря на это, их трехдневный визит расписан буквально по минутам. Принимающей стороне хотелось максимально познакомить гостей с культурным, промышленным и туристическим потенциалом района. Санаторий Надея – одно из тех мест, где делегацию встретили радушно и провели экскурсию. Здесь же состоялась важная встреча, в ходе которой белорусская и российская стороны презентовали свои регионы, а также перевели предварительные договоренности в практическую плоскость. Жабенковский район активно развивает сотрудничество с регионами Российской Федерации. За прошлый год мы заключили три таких соглашения с тремя регионами. Это Липецкая область, Задонский район, это Республика Башкортостан, Иглинский район и это Перевозки район Нижегородской области. Собственно, со всеми этими регионами, кроме договоров по братинскому взаимоотношениях, мы также, чтобы перевести эти отношения и наметить себе какие-то поставить цели и задачи, подписываем дорожную карту. Представителями Жабенки и городского округа Перевозки к моменту встречи были наработаны совместные мероприятия на будущее, а в этот день их закрепили на бумаге. Целью нашего сегодняшнего мероприятия – это именно подписание уже в рамках действующего, подписанного в прошлом году договора по братинству, подписание программы мероприятий по реализации нашего сотрудничества с горизонтом планирования до 2025 года. Этот план мероприятия на сегодняшний день включает сотрудничество абсолютно по всем направлениям. Это и социальная сфера в первую очередь, это культура, образование, спорт. Я очень надеюсь, что и с сегодняшними нашими гостями все у нас получится. Как подтверждение в целом взаимодействия с регионами Российской Федерации, могу сказать, что только за прошлый год у нас экспорт в регионы Российской Федерации вырос фактически в два раза. А если говорить об удельном весе нашего экспорта, то именно регион Российской Федерации составляет более 60% от всего экспорта нашего района. Следующим шагом развития отношений представители двух стран видят сотрудничество в сфере экономики. К примеру, в Нижегородской области производят семена сельскохозяйственных культур, а предприятия «Жабинки» импортируют их. Вызвало интерес белорусов и новая технология в сфере очистных сооружений. В свою очередь, российская сторона заинтересована в обмене опытом во многих сферах, а также в совместном товарообороте и взаимовыгодных инвестиционных проектах. Главная отрасль экономики – это сельскохозяйственная отрасль. И есть определенные наработки, и есть наработки в Жибенковском районе. Я думаю, что вот в этой части мы здесь найдем общие точки для того, чтобы развивать дальше нашу экономику. Мы хотели посмотреть, вот еще впереди у нас это сельскохозяйственное производство с животноводством, то есть непосредственно с молочным животноводством. Нам хочется получить опыт ваших предприятий, потому как в этой части Беларусь очень развита, и мы хотим этот опыт применить именно у себя. Сегодня проговорили про то, что мы обладаем семенами многолетних трав, которые помогут качественно улучшить посевы для обеспечения кормами животных. В завершение встречи члены российской делегации совместно с представителями принимающей стороны отправились в городской парк Жабинки, где в преддверии общего праздника Великой Победы высадили памятную аллею. В 2023 году в Брестской области ее получат 1110 человек на общую сумму порядка 1 миллиона рублей. Минимальный размер помощи составит 850 рублей, а максимальный для инвалидов и участников войны – 2000 рублей. Глава администрации Ленинского района Александр Власовец в торжественной обстановке вручил материальную помощь ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Петровичу Новику. Так уж предопределено временем, так уж сложилась история, что Великий день, День Победы, 9 мая мы празднуем весной. Это время года, когда зацветают яблони, расцветая сиренью в воздухе, чувствуется аромат свежести. Время, когда возрождается природа и у людей появляется неимоверная жажда жизни, а мирную, свободную жизнь нам подарили наши деды и прадеды. Белорусы знают свою историю, помнят и чтят своих героев, преклоняются пред их подвигом. И каждый год в канун праздничной даты и в День Великого торжества Победы Добра над злом каждый человек старается сказать ветеранам Великой Отечественной войны спасибо за подвиг. А государство делает все возможное, чтобы наши седовласые герои почувствовали заботу о себе, ведь их с каждым годом становится все меньше. У нас в Ленинском районе 18 ветеранов, инвалидов и лиц, приравненных к ним, и 43 человека, пострадавшие от последствий Великой Отечественной войны. Всего 61 человек. Мы всем окажем внимание, помощь, конечно, поблагодарим за ту победу в той Великой войне, благодаря которой мы живем, мы развиваемся и в дальнейшем видим только действительно цветущую нашу страну. Наша основная задача дойти до каждого ветерана, до каждого участника этой войны, до каждого инвалида. Конечно, в преддверии 9 мая будет масса мероприятий, они будут разноплановые. В соответствии с решением главы государства и постановлением правительства номер 180 от 14 марта этого года, с 26 апреля стартовала акция по выплате материальной помощи для ветеранов Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к данной категории. На сегодняшний момент, к большому, конечно, сожалению, в Брестской области проживают 89 ветерантов, которые получат материальную помощь в размере 2000 рублей. Кроме того, 49 человек – это лица, принимавшие свое участие в работе в тылу, они получат материальную помощь в размере 1100 рублей. Также 850 – это узников и участников гетто, вот они получат материальную помощь в размере 850 рублей. В целом, если брать Брестскую область, то 1110 человек получат материальную помощь, это на сумму более 1 миллиона рублей. Одному из первых в Бресте в торжественной обстановке материальную помощь вручили Михаилу Петровичу Новику, которому в этом году осенью исполнится 100 лет. Михаил Петрович, в преддверии 9 мая поздравляем вас с Днем Победы. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы вы еще многие годы, как в прошлом году, и в этот год приходили к вам и вас могли поздравить. Михаил Петрович, с праздником наступающим. Михаил Петрович в годы войны служил в действующей армии 380-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта на территории Польши. Был тяжело ранен. Сегодня он находится под надежной опекой и заботой своих близких. О войне Михаил Петрович рассказывает что-нибудь? Да, он рассказывал раньше больше, а сейчас он уже ему плохо говорит. То под Варшавой ранение получил. Без руки, без ягодиц нету. Он бежал почти километр. Окровавленный весь. Потом упал, потерял сознание. Санитарий подобрали. И он 8 месяцев лежал в госпитале. Страшно о войне говорит? Да, ужасно. И если даже вот где там что-то, вот по телевизору, он встает быстренько, значит, вероятно, как уходит, он не может смотреть. Когда вот, допустим, включу что-то, да. Впереди в Бресте запланировано много мероприятий, акций, флешмобов. Ни один ветеран Великой Отечественной войны не останется без внимания. Министерство труда, и, соответственно, мы обратились к нашей торговой сети Евроопт, которая также откликнулась на нашу просьбу, но она уже не единожды откликается на эту просьбу. И будут также всем ветеранам и лицам, приравненным к этой категории, также будут подарки в виде продуктовых наборов, достаточно хорошие и серьезные. Мы будем праздновать 78-ю годовщину Победы. И день этот для каждого белоруса священный. И в день этот, и в другие дни мы будем помнить о подвиге бесстрашных людей, которые не вернулись с фронта, и благодарить тех, кто еще здесь с нами. В эфире итоги недели говорим о главном. Кадры решают все, и для каждого работодателя жизнь и здоровье его сотрудников должно быть в приоритете. Именно поэтому существуют важные инструкции, составленные для каждой профессии и для каждого вида работ. А выполнение и контроль – важная часть трудового процесса, которая называется охраной труда. 28 апреля в мире отмечают День охраны труда. Его цель – донести как можно большему числу людей информацию о том, как улучшить условия на рабочих местах и избежать различных ситуаций, связанных с риском для здоровья и жизни. В Бресте этот день традиционно отмечают подведением итогов городского конкурса. Людмила Логодич продолжит тему. Всем очевидно, что при работе на стройке в химической лаборатории или на производстве существуют повышенные риски для сотрудников. Однако в любой, даже самой безопасной, на первый взгляд, профессии есть свои меры предосторожности. Именно поэтому в самых различных учреждениях и организациях работает специалист, а иногда и целый отдел, который занимается вопросами охраны труда. В Бресте соблюдение охраны труда на особом контроле у руководства города. Для этого создаются специальные мониторинговые группы и проводятся регулярные рейды. На сегодняшний день по каждому предприятию разработана определенная схема, по которой предприятия должны выполнять все требования по охране труда. На 99% из всех у нас предприятий по городу Бреста внедрена система управления охраной труда. Есть у нас такие организации, несмотря на всю проводимую работу, в которых на регулярной основе практически ежегодно осуществляется или происходят случаи травматизма. Наши строительные организации в основном отличаются этим. Скорее всего, это связано с недостаточным контролем со стороны руководства предприятия. С руководителями предприятия мы проводим определенную работу. Наши мобильные группы, которые организованы в городе Бресте, они на регулярной основе и более тщательно, и более часто посещают эти предприятия. Проверяем и нормативную базу, и соответствие условий труда созданных, начиная от носки, допустим, средств индивидуальной защиты и кончая наличием необходимых нормативных документов на рабочих местах. Вместе с тем в Бресте есть учреждения и предприятия, которые демонстрируют стабильно высокий и показательный уровень охраны труда. Такое внимание к жизни и здоровью людей достойно поощрения. Именно поэтому ежегодно во Всемирный день охраны труда подводятся итоги городского смотра конкурса, где награждают лучших. Среди победителей 13-я и 20-я школы, Брестская городская больница номер один, предприятие Брестгазоаппарат и завод железобетонных конструкций и строительных деталей. У нас на предприятии делаются колоссальные затраты на охрану труда, на реализацию конституционных прав, работающих на безопасные условия труда. Поэтому работа поставлена на системной основе, внедрены как и международный стандарт ISO 45000 и наш национальный стандарт, который адекватен в переводе, идентичен международному стандарту. И там на первом месте человек, работник, его здоровье и его безопасность при профессиональной деятельности. Не так просто на промышленном предприятии, которое выпускает изделия и товары для жилищного строительства, промышленного строительства, создать все условия людям, чтобы соблюсти все нормативы по охране труда и технике безопасности. Тяжелое производство. Но, тем не менее, усилиями всего коллектива было достигнуто то, что положено по нормам. С достигнутыми успехами победителей в шести номинациях поздравляли представители руководства горисполкома, городского совета депутатов и администрации города. Конкурс организован для того, чтобы, скажем так, подстегнуть всех остальных участников, что есть, помимо того, что там, понятно, будет какой-то диплом, награждение, что еще денежные призы есть. В рамках данной акции порядка 22 тысяч бюджетных средств было потрачено на премирование наших организаций. Данные деньги будут направлены тоже на поддержание охраны труда на этих предприятиях, победителях. В этот же день по традиции подвели итоги городского конкурса выставки, посвященного Всемирному дню охраны труда. Юных художников наградили дипломами и ценными подарками. Но главное, что они с детства усвоят для себя истину. Правила безопасности важны в любой сфере и существуют для того, чтобы их соблюдать. Людмила Логодич, Андрей Щербай, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Грандиозный, фееричный, международный, многожанровый фестиваль-конкурс «Миллениум» вновь в Бресте. Формат образца 2023 впечатляет насыщенной программой, приятными сюрпризами и новшествами. Поэтому и количество участников, и количество желающих видеть это шоу с каждым годом растет, наполняя зал спортивного комплекса «Виктория» искренними эмоциями. В этом году волшебную атмосферу создавали обладатели премии президента Беларуси за духовное возрождение артисты белорусской группы «Аура». Праздник феерии, искусства, яркости и дружбы. Такими словами можно описать красочный фестиваль «Праздник Миллениум», который появился в год тысячелетия города над Бугом, навсегда став доброй традицией. В первую очередь это подарок тем, чьим трудом преображался наш замечательный город. Праздник тех, кто сегодня приумножает славу Бреста. А это без исключения все жители нашего любимого города над Бугом. Как любой человек, которому не безразлично любое мероприятие, переживаем за то, чтобы оно получилось. Вы видите, что сегодня много людей, много молодежи, которым это интересно. А в нынешний год мира и созидания, наверное, это очень актуально, потому что именно через такие мероприятия мы, наверное, сохраняем те традиции, те устои, которые сегодня цены для каждого человека. Любое культурное мероприятие для города важно, потому что помимо каких-то злободневных проблем, которые решаются, хочется просто обычного досуга, показать свое творчество и посмотреть на те результаты, которые мы сегодня увидим. Вот так ярко, громко, празднично и необычно был дан старт пятому международному многожанровому фестивалю-конкурсу «Миллениум». Среди участников более 8 тысяч юных и взрослых дарований из Беларуси и еще 15 стран мира. Это говорит о том, что проект «Миллениум» в первую очередь направлен на объединение людей с разными взглядами, менталитетом и культурой. На огромной сцене профессиональной могут выступить все те, кто только начинает свой путь к творчеству. Это очень важно. Замечательные жюри, международные жюри будут оценивать работу конкурсантов. Замечательные фото и видео. И, конечно, что тоже очень радует всех участников, что призы и дипломы получат все без исключения. Зал замолкает, начинается грандиозное шоу. На сцену выходят они, главные хедлайнеры фестиваля «Миллениум-2023». Эту почетную миссию предоставили коллективу со звучным названием «Аура», чье творчество уже отмечено Высокой государственной премией президента Беларуси за духовное возрождение. Его создатели Юлия Быкова и Евгений Олейник с искренностью и присущим эмоциональностью феерично и энергично открыли праздничный концерт. Выбор группы для открытия, он не случайен. И уже второй год подряд проходит масштабное яркое открытие. В прошлом году выступила с большим сольным концертом Алена Ланская. Это большой патриот, а помимо того еще и моя землячка, также могилевчанка. И я очень благодарен ей за масштабное открытие. В этом году открытие пройдет с участием группы «Аура». И мы уверены, что позитив, заряд бодрости и патриотичности получит каждый, кто сегодня присутствует на нашем концерте. В подтверждение народной мудрости, как встретишь праздник, так его и проведешь. Пятый миллениум в Бресте на протяжении полутора часов радовал зрителей гармония звука и света. Такие выступления разогрели публику, а та в ответ подарила яркие овации. Сердце, что жгла, тревога, стало вдруг пустым. Нету ни зла, ни боли, все осталось там. Музыка и голос для души. Коллектив «Аура» поют о том, что близко каждому из нас. Белорусская земля, родительский дом, красота и любовь. «Аура» – счастье на языке искусства. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал БУК-ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Анастасия Милишкевич, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин